МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Инвестиционный фонд Казахстана завершил сделку куплю-продажи производственных активов завода Биохим. Стопроцентная доля участия в основном капитале Биооперейшн реализована отечественным инвесторам. Стоимость сделки составила 7 миллиардов тенге. По условиям договора сумма выплачивается поэтапно в течение нескольких лет. По состоянию на апрель 2017 года 2 миллиарда тенге уже выплачены. Будучи государственным финансовым институтом развития, инвестиционный фонд Казахстан – это первая управляющая компания в области стрессовых активов. Сегодня фонд сосредоточен на работе по оздоровлению проблемных активов и возврату государственных средств, вложенных в ранее производственные объекты. Завод Биохим является не только важнейшим проектом фонда, но и одним из стратегически важных для страны производственных объектов. В ближайшее время завод вновь будет запущен после восстановления. Общим собранием акционеров кондитерской фабрики «Рахат» было принято решение по итогам 2016 года установить дивиденд по простым акциям в размере 137 тенге. Было принято решение часть чистого дохода фабрики за прошлый год в размере 493 миллионов тенге направить на выплату дивидендов. Остальную прибыль было принято решение не распределять и оставить на счету нераспределенная прибыль, говорится в протоколе. Дивиденды начнут выплачивать с 15 мая текущего года. Кондитерская фабрика «Рахат» была открыта в 1942 году. Продукция фабрики экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Россию, Германию, Монголию, Таджикистан, Китай и Афганистан. В Казахстане резко активизировался процесс концентрации банковского сектора. В конце 2016-го, начале 2017-го года, шесть банков из 33 действующих на рынке заявили о возможном слиянии. После завершения процессов объединения более половины рынка, а это 51% совокупного объема активов банка второго уровня, будут контролировать два супербанка. Напомним, Народный банк и Каскоммерсбанк в начале марта текущего года подписали меморандум об объединении, что сделает Единый финансовый институт крупнейшим банком Республики Казахстан, где будет сосредоточено более трети активов всего банковского сектора страны. Также 1 февраля текущего года «Цеснобанк» и «БЦК» выпустили совместный пресс-релиз, где говорится о возможном слиянии двух банков, и в начале апреля Народный банк Казахстана разрешил «Цеснобанку» купить долю банка «Центркредит», что позволит «Цеснобанк» плюс «Центркредит» упрочить свое состояние на рынке как Единый банк. Средства от благотворительного субботника в размере однодневной зарплаты полицейские Североказахстанской области перечислят в Фонд ветеранов. По информации председателя Совета ветеранов Департамента внутренних дел Североказахстанской области на ветеранский счет поступит свыше 7 миллионов тенге. Из этих средств ветераны ведомства получают материальную помощь, проводят свои мероприятия по улучшению качества жизни пожилого поколения. В минувшую субботу был проведен первый общегородской субботник. Объем взаимной торговли стран ЕС вырос. Необходимо постепенно устранять все препятствия на пути свободного движения товаров, рабочей силы и капиталов. Это заявление президент России Владимир Путин сделал на заседании Высшего совета Евразийского экономического союза в Бишкеке. Президенты говорили также об укреплении союза и о том, что странам удалось создать емкий рынок с универсальными правилами. Председатель Высшего Евразийского экономического союза Алмазбек Атамбаев предложил, что нужно больше сосредоточиться на устранении барьеров, особенно фитосанитарных. Свобода движения товаров – важные условия для развития бизнеса. Российский лидер также добавил, что объем взаимной торговли вырос на 38% и в республиках наметилось развитие промышленности. Напомним, в Бишкеке проходит заседание Высшего совета Евразийского экономического союза. Стороны обсудили итоги деятельности союза и ориентиры в макроэкономической политике на 2017-2018 годы. Отмечу, что сотрудничество в рамках Евразес продвигается успешно. Мы вместе добились результатов в деле формирования и укрепления емкого общего рынка с универсальными правилами для экономических операторов. Можно с полной уверенностью сказать, что наш общий рынок сработал в качестве своеобразной подушки безопасности, несмотря на определенные издержки, связанные с внешней конъюнктурой, которая сложилась неблагоприятно, об этом уже было здесь сказано. Но, тем не менее, как подушка безопасности наши интеграционные институты сработали, в определенной степени нивелировали воздействие неблагоприятной внешней конъюнктуры, а национальные экономики смогли адаптироваться к новым реалиям. Это действительно так. Обращаю внимание, что в январе текущего года по сравнению с январем прошлого года объем взаимной торговли в рамках Союза вырос на 38%. В Беларуси отметили лучшие предприятия страны. Премии правительств за выпуск качественных товаров получили 10 компаний. Среди них производители фарфора, стекловолокна, стройматериалов, молочный комбинат, а также завод газовой аппаратуры. Победителей выбрал госстандарт Беларуси из сотен предприятий. Их оценивали по десяткам параметров. Каждый кандидат должен был набрать максимальную тысячу баллов. Премии за качество белорусским предприятиям вручают 18 лет. За это время были отмечены более 200 компаний. Москва и Минск решили все разногласия касательно поставок российского газа в Беларусь. Вице-премьеры двух стран подписали соответствующие договоры. Подписание было осуществлено сразу после получения той суммы, которая не уплачивалась белорусскими партнерами в соответствии с ранее занимаемой правовой позицией. Что касается скидки, то окончательные цифры назовет официальный представитель Газпрома после подписания соответствующих документов. Речь идет о том, что в контрактной цене будут применяться понижающие коэффициенты. Это цены, которые составляют менее 130 долларов. Снижение цены на российский газ начнется с 2018 года. Также изменится объем поставок беспошлиной нефти в объеме 24 миллионов тонн. Такая цифра будет действовать до 2025 года. В ходе встречи также решили, какой объем нефти будет перерабатываться на предприятиях Беларуси, а сколько пойдет на экспорт. Минимальная розничная цена на водку в России составит 205 рублей за пол-литра. Соответствующий приказ направлен в Министерство юстиции. Сейчас пол-литр 40-градусный стоит 190 рублей. Данная цена учитывает рост инфляции и акцизов, с одной стороны, сказали в ведомстве. С другой стороны, это не создаст стимулом для увеличения теневого рынка крепкой алкогольной продукции. Также отметили там. Ранее сообщалось, что минимальная цена на водку может превысить цифру в 219 рублей за бутылку в 0,5 литра. В начале этого года были увеличены ставки акциза на крепкий алкоголь с 500 рублей за литр спирта до 523. Аналитики подсчитали индекс пасхального набора в России. В набор вошла стоимость кулича, 5 куриных яиц и творожной пасхи. Цена отличается в зависимости от региона. Так, самый дешевый пасхальный набор в Мордовии и Саратове. Всего 508 рублей. На третьем месте Пензенская область, которая в прошлом году располагалась на шестой позиции. За год цены на пасхальные продукты в Пензе упали. В числе дорогих традиционно расположились регионы Дальнего Востока и Север страны. Так, например, на Сахалине пасхальный набор будет стоить 847 рублей, на Ямале более 900, на Чикотке 1071 рубль. Цена на куличи в России самая высокая среди остальных стран Содружества. Их средняя цена составляет 3 доллара, что в три раза дороже, чем в соседних Белоруссии и Казахстане. А вот самые дорогие яйца в Армении. Более полутора долларов за десяток. Саудовская Аравия привлекла 9 миллиардов долларов за счет размещения первого выпуска долларовых исламских облигаций. Правительство страны планировало разместить пятилетние и десятилетние бумаги на общую сумму в 8 миллиардов долларов. Однако приняло решение увеличить объем размещения, получив заявки в общей сложности, на 33 миллиарда долларов. Пятилетние облигации были размещены под доходность в 3% годовых, десятилетние – под 3,5%. Саудовская Аравия, как и другие ближневосточные экспортеры нефти, привлекает средства за счет размещения облигаций, чтобы поддержать свои финансы в условиях падения нефтяных доходов. Правительство страны сократило расходы и урезало госсубсидии, чтобы ограничить бюджетный дефицит, достигнувшие в 2016 году 79 миллиардов долларов. Согласно прогнозу Министерства финансов Саудовской Аравии, в 2017 году бюджетный дефицит сократится до 53 миллиардов. Минфин рассчитывает сбалансировать бюджет к 2020 году. Саудовская Аравия, Ирак и Кувейт рассматривают цены нефти в 60 долларов за баррель в качестве целевого уровня. Государства, на долю которых приходится половина отбываемого пяк нефти, полагают, что цена ее на этом уровне поддержит их экономику и будет способствовать увеличению инвестиций в энергетическую отрасль, однако не подтолкнет производителей сланцевой нефти США к существенному наращиванию добычи. Саудовская Аравия, Ирак, а также другие члены ОПЕК уже дали понять, что готовы к продлению соглашения о сокращении добычи еще на 6 месяцев на встрече в Вене 25 мая. По словам одного из представителей ОПЕК, 60 долларов за баррель – это тот уровень, при котором все производители могут сосуществовать. В Сеуле завершилось строительство одного из пяти самых высоких в мире зданий и самого высокого на Корейском полуострове. Для сооружений 555-метрового небоскреба стоимостью в 3,5 миллиарда долларов была создана отдельная компания, которую возглавил лично основатель холдинга. Туризм – это высокотехнологичная индустрия, она станет драйвером развития Кореи в будущем. Самым сложным оказалось не собственно строительство, а согласование проекта. Оно длилось почти 20 лет, а расходы компании на получение разрешения составили 100 миллионов долларов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова